Я уже неоднократно подчеркивала о том, что мы сегодня про оффлайн, онлайн будем много говорить и будем продолжать именно про формирование сообщества. Я уже сегодня заикалась о том, что с коллегами мы познакомились буквально полгода назад и очень уже вовлеклась, я уже являюсь, наверное, тем человеком, который там уже следит за тем, как этот бренд развивается. И вот, в принципе, основная и ключевая задача всех тех, кто производит сейчас одежду и обувь, это сделать так, чтобы за вами следили. Не просто следили, а хотели, воспитывали в себе желание накопить денег на что-нибудь, если уж мы говорим про что-то такое, что не сразу возможно купить. Либо понимали, что вот это должно выйти и, соответственно, приготовиться, найти повод купить. Вот это все я точно понимаю, что уже реализовано в бренде Александр Богданов, основателя которого мы вновь приглашаем на сцену. И также приглашаем Дениса Аникина, это операционный директор бренда, который также расскажет уже более существенную часть презентации. Я уже анонсировала то, что мы познакомились, и когда вот в процессе общения выяснилось, что за время 30-летней истории они умудрились открывая магазины ни одного не закрыть. На мой взгляд, это большое достижение, и это то, чем точно нужно делиться и рассказывать, почему так, как случилось так, как смогли они добиться того, чтобы магазины продолжали существовать, учитывая, что уже три кризиса пережили, там уже четвертый. Александр, я вам сейчас передаю слово для того, чтобы вы поделились тем, как это случилось, вот ваши харизмы, в том числе, зарядили коллег на свершение. Ну и далее уже более детально поговорим о сервисе и лояльности для того, чтобы расширять присутствие бренда среди… находить новых покупателей, да, и не допустить ситуации, когда покупатели уходят из бренда или просто пропускают его. Передаю слово. Спасибо. Добрый день. Прежде чем мы поговорим о том, что дает сервис, в основном, конечно, будет говорить Денис Аникин, я вам хотел рассказать, откуда растут ноги о ДНК бренда, потому что без этого будет тяжело понять, как наши фишки через сервис мы доносим до наших покупателей. Очень много лет назад, несколько десятилетий, я в свое время очень увлекся живописью и погрузился в это, можно сказать, с полной отдачей, то есть сотни написанных картин. И почему я об этом говорю, вы узнаете позже. Я занимался тем, что каждое произведение для меня… Представляете, наверное, как рисует Холс художник, да, то есть каждый оттеночек для меня, каждая работа была лабораторной, то есть в каждой работе я решал задачу гармонии и наблюдал, как зрители на выставках, как покупатели картин, как они реагируют и какие эмоции в процессе, так сказать, того, как они видят эту картину, их настигают. То есть это было мне именно интересно в то время. Затем я переобулся и ушел, как дизайнер, создавать именно одежду. То есть в процессе я пробовал на начальном этапе различные стили, виды и так далее и только лет через 15 я осознал, что рынок вытеснил из моего ассортимента все то, что делают другие и оставил в нашем ассортименте именно те вещи, которые соответствовали вот тому моему прошлому опыту. Это создание гармоничного произведения, но уже в прикладном искусстве, то есть в самих джимперах, платьях и так далее. И насколько это важно, к сожалению, я не понимал изначально, пробуя вот разные вот эти ходы. Это все нужно понимать для того, чтобы дальше говорить о сервисе, в чем наша уникальность. То есть так мы пришли к своему конкурентному преимуществу. То есть наша одежда попадала в мультибренды, потому что изначально продавалась только в мультибрендах и постепенно наши изделия потихонечку вытесняли, скажем, другие изделия, потому что они были чем-то интереснее покупателю. Прошло какое-то количество лет и пришло осознание, и все поменялось в мире, и без маркетинга все мы уже сегодня понимаем, недостаточно, чтобы сам продукт был сильный и продавал сам себя. Потому что изначально у нас весь бизнес строился именно на этом. И, скажем, первый маркетолог появился в нашей компании только в 2016 году. И мы стали постепенно задумываться, как и что делать. Первые пробы по изменению сервиса давали огромные результаты. Мы поняли, что вводя сервис в своих магазинах, можно увеличить продажи ровно в два раза. Сами понимаете, как растет от этого прибыль. И более подробно как раз о всем об этом занимается человек, который непосредственно теперь это все реализует. Вот исполнительный директор Денис Аникин. Да, всем добрый день. Еще раз меня зовут Денис. Спасибо большое. Давайте с вами посмотрим то, что мы делаем и на чем, прежде всего, с наших результатов. Но опять же хочу сразу же оговориться, что мы не консультанты, в отличие от многих здесь выступающих. Мы делаем бизнес сами для себя и не хотим давать вам никаких советов. То есть тот путь, который мы проходим, это наш путь и, возможно, он к вам не будет подходить идеально и здесь нужны нюансы. Поэтому это воспринимайте просто как историю о бренде, а не набор советов или инструкций каких-то для того, чтобы использовать уже у себя в бизнесе. Можем с вами начать сначала. За 33 года мы продаемся в 186 магазинах в 143 городах, но сегодня мы с вами поговорим о 17 магазинах, которыми мы непосредственно сами управляем. То есть это франшизные магазины, где мы подняли планку сервиса, маркетинга и представления продукта до той степени, с которой можем справиться только мы, для того, чтобы общий юзер экспириенс был соответствующий нашим желаниям. И за это все время не закрылся ни один магазин с 2014 года, что для нас является очень важным результатом. И давайте с вами как раз поговорим о том, как мы конкретно мы это делаем. И, наверное, еще один показатель, который можно учесть тоже в этой истории, что среди… Сюда? Не проблема. Очень важный показатель, который мы тоже можем учесть в начале еще нашего выступления, это 75, почти 80% людей, которые один раз посетили наш магазин, возвращаются в течение трех месяцев. То есть активная клиентская база достаточно с высокой вероятностью возвращается, что нам, конечно, очень нравится. Давайте начнем с вами… Здесь почему-то кликер перестает работать. Сейчас, буквально секунду. Давайте с вами начнем с определения того, как мы видим сервис, то, что для нас является сервисом. Мы чуть шире начинаем смотреть на это понятие. То есть мы начинаем еще с того момента, как сам Александр создает продукт. Еще на этом этапе мы уже задумываемся о том, как он будет коммуницировать с потенциальной нашей гостьей, с потенциальной клиенткой. Это очень важно, потому что та атмосфера, которая в конце уже отходит волнами от нашего ключевого продукта, она должна быть соответствующей. Мы сейчас с вами тоже на это посмотрим. Кроме… Прошу прощения, техническая заминка. Чего-то не срабатывает. Да, и кроме этого еще, кроме самого продукта, обязательный важный момент с коммуникацией. То есть это то, как раз, что обычно подразумевается под сервисом. То есть это то, как людей встречают, то, как их обслуживают, но это достаточно узко с нашей точки зрения. И мы к этому добавляем еще коммуникацию и к этому еще добавляем экспертность. Это еще дополнительный слой, если мы с вами можем такую метафору воспользоваться, как эстетика профессионализма. Все мы с вами, когда смотрим профессиональные выступления спортсменов или следим за виртуозами, которые играют на музыкальных инструментах, мы всегда внутренне чувствуем восхищение и удивление, как искусно человек может владеть этим инструментом. И в этом как раз наша задача для того, чтобы наши гости в магазинах могли почувствовать вот эту вот эстетику профессионализма. То есть вот это все мы как раз сейчас с вами и можем собрать в общее понимание сервиса и уже перенести в магазин все эти компоненты для того, чтобы у наших гостей осталось светлое воспоминание от посещения магазина. То есть вот в этом весь смысл. Давайте с самого начала начнем, посмотрим на то, как Александр Богданов видит продукт. И далее этот продукт наша задача представить в том же виде в ритейле. То есть наша задача сделать так, чтобы любое соприкосновение с бренда, будь то сам продукт или маркетинг, или сервис, или визуальные составляющие оформления магазина, все это было в едином стиле. Для нас это очень важно. И здесь как раз в этой истории вот то светлое ощущение, которое мы стараемся создать, мы очень плотно все это продумываем во всех этих этапах. Но про кризис тоже не случайно в названии мы говорили, потому что такая тема не самая приятная для всех. Но в прошлом году мы с ним столкнулись. Сначала началась такая небольшая паника, но потом выяснилось, что все-таки наша корпоративная культура позволила нам достаточно быстро скооперироваться и собрать наши компетенции все в общий вектор. И мы смогли, все наши управляющие, все наши продавцы, консультанты смогли действовать в одном русле, благодаря тому, что у нас в компании иерархия не по принципу пирамиды, знаете, вот где генеральный директор стоит на верхушке и раздает указания направо и налево. Мы строим как раз бизнес на тех ценностях по принципу дерева, которое развивается на тех ценностях, которые Александр Богданов заложил еще с самого основания и несет сейчас. И тем самым у нас получается, особенно в такой сложный момент, все наши люди, которые стоят на всех ветвях и на листьях дерева, они были максимально готовы со своими идеями, зная, что только благодаря ним мы сможем действовать очень быстро, внедряя новые идеи и действуя очень оперативно. То есть, естественно, мы поняли, что самое важное, что для нас, несмотря на то, что, может быть, одежда не является первой необходимостью, наша задача нести как раз ту самую воодушевляющую атмосферу, то самое эмоциональное состояние, которое получает, которое дарит магазин после того, как гости к нам попадают в пространство. И как раз в этом нам повезло, можно сказать, что мы к этому готовились какое-то время и смогли достаточно быстро, оперативно тоже людям донести эту атмосферу и в оффлайне, и в онлайне тоже. Как раз, так сказать, благодаря нашему учителю в 2020 году мы все эти тенденции fidgetal и все о том, что говорили на этой конференции, уже начали внедрять активно. Это очень здорово. Кроме этого, мы сразу же пересматривали все договора с нашими торговыми центрами. Естественно, это был не самый приятный момент, но, естественно, все в торговых центрах работающие люди входили в наше положение, и у нас из приятных результатов, что ни один торговый центр в итоге ни за один месяц не взял полную аренду, что очень здорово. То есть, и кроме этого, мы внедрили такое тактическое управление, и все наши продавцы и стилисты получили цифровые показатели по количеству единиц и по сумме в рублях, которые нужно было сделать в течение месяца, недели и дня, для того, чтобы иметь внутреннее спокойствие и ощущать, в темпе они находятся или нет. Далее мы опять же возвращаемся теперь из такой панической ситуации в наши стандартные рельсы. В нашей компании, как я уже говорил, структура такого дерева. Мы максимально открыто относимся к критике, и благодаря этому мы стараемся внедрять очень много инноваций, благодаря идее, которые исходят не сверху вниз, а снизу вверх. Потому что, естественно, продавцы-стилисты больше работают с нашими гостями и намного лучше знают, что им интересно и то, что их вдохновляет и воодушевляет, когда они посещают наши магазины. И это очень здорово. И еще интересная история. В прошлом году мы внедрили новый ассортимент. Это пуховики. У нас было 4 модели, но у них оказалась конструктивная неточность или такая конструктивная неполадка. Они были намного… они не были достаточно теплыми. То есть они были заявлены как минус 25, но по факту они были уже прохладными при чуть более высокой температуре. Но мы проанализировали все наши каналы продаж и выяснилось, что благодаря лояльности в наших магазинах, которыми мы управляем, возвраты были буквально единичными и в сравнении с теми продажами, которые были, например, в интернет-рознице или у наших партнеров мультибрендовых магазинов, что очень важно. И как раз благодаря вот этим вот механикам, благодаря тому, что наши девушки воодушевленными. И вот это доверие к нам позволило нам достаточно гладко пройти в этой ситуации, хотя это, конечно, было тоже достаточно некомфортно. Кроме этого, как мы сначала с вами говорили об эстетике профессионализма, все наши продавцы сдают экзамены и с большим удовольствием учат абсолютно все коллекции, потому что они у нас тематически посвящены определенному месту. Они учат все названия, все легенды за каждой моделью, потому что, как Александр в самом начале сказал, к каждой модели он старается относиться как к произведению искусства, как к картине, и поэтому за каждой есть небольшая история, что очень ценно. И здесь же в этом каталоге у нас есть нюансы, которые по отделке или по крою можно тоже уточнить, являясь экспертом, являясь профессионалом для нашей гости. То есть, естественно, что, например, владельцы мультибрендовых магазинов или те, кто занимается ритейлом, они прекрасно знают профессиональные термины, знают, что такое там листочка или кулирка, но не всегда люди, которые приходят к нам заниматься продажами и заниматься продажами, они не всегда обладают теми же компетенциями, что и владельцы. Именно поэтому в этом большая задача быть профессионалом для нашей гости. Можно вернуться на слайд назад? Вы знаете, я очень хочу обратить внимание на этот слайд. Очень часто, когда вы создаете бренд, когда вы создаете модель в частности, я уже говорила о том, что название должно быть. Посмотрите на слово легенда. Вот если я продавец, который частично погружен в этот бренд, но мне иногда просто не хватает словарного запаса каких-то эмоциональных вещей, которым можно сопроводить продажу. Вот это одна из конкретных примеров того, как можно вовлечь бренд, просто скопировав иногда слова, записав к себе и прочее. Здесь все полностью разложено, то есть настолько глубоко проработана каждая модель, что вот на эту вещь. Просто знаете как, когда вы создаете товар, вот про эти вещи забываются, а вы же откуда-то это взяли, почему-то она состоялась, какие-то мысли, которые сопровождали это. Вот фиксируйте на момент создания, и тогда вам сильно проще будет в дальнейшем писать вот такие вроде как сухие слова, которые в итоге будут давать продажи. Это не мелочи. Из этих мелочей создается ваш бизнес и ваши в итоге продажи. Ну, просто решила обязательно обратить внимание, потому что, на мой взгляд, это один из самых важных моментов, на которые нельзя забывать и упускать. Ну да, потому что, как правило, те люди, которые приходят к нам на работу, они не всегда владеют достаточным словарным запасом, чтобы работать с клиентками нашего уровня, которые привыкли к определенному уровню сервиса, которые привыкли к определенному уровню интеллектуального общения. То есть это на самом деле очень важно. И мы, естественно, проводим тренинги, игры с управляющим для того, чтобы отточить все эти фразы, отточить все эти речевые модули, для того, чтобы это было очень профессионально. Кроме этого, наши продавцы и стилисты еще являются и подругами, потому что мы стараемся сделать так, чтобы наши сотрудницы были заряжены, чтобы у них горели глаза, когда они предлагают что-то на примерку. Потому что наша главная задача – это, естественно, погрузить в атмосферу и пригласить на примерку. Но если у них не горят глаза, то ничего не выйдет. И мы рассказываем о том, мы стараемся квалифицировать тех продавцов-стилистов, которые в детстве любили наряжать кукол. И благодаря вот этому желанию, благодаря внутренней детской радости у них горят глаза, и им интересно, так же, как и в детстве наряжать кукол, наряжать сейчас гостей в магазинах. И здесь показатель как раз, почему это получается неплохо, в том, что у нас примерка рекордная была 8,5 часов. То есть в течение всего дня наша гостья была в магазине с нашими продавцами-стилистами вместе со своим спутником. И как раз здесь важный момент, чем занять вообще спутника, как еще выстраивать коммуникацию, может быть, в процессе, может быть, в самом начале, когда гостья только свое внимание к нам направило. Здесь очень важный момент. Про продажи, конечно, не слишком хочется глубоко рассказывать, но очень важно, что очень много мы прорабатываем продажи, очень много отрабатываем, например, такими техниками, как выбор без выбора. Когда мы предлагаем, вернее, выстраиваем самую первую коммуникацию, мы не предлагаем сразу же, будете ли вы чай. Мы спрашиваем, будете ли вы чай или кофе, для того, чтобы человек решал, не будет он или не будет, а что именно он будет. Понятно. И далее, когда она отвечает, например, чай, мы спрашиваем, с молоком или с сахаром, для того, чтобы усилить. И тогда, когда она уже ставит свои сумки в примерку, это уже символ победы, для того, чтобы мы на правильном пути, мы сейчас подарим эмоцию. Потому что не всегда наши гости сразу могут считать это, мы должны их расположить вне зависимости от того, в каком настроении они пришли. Кроме этого, то, что мы обязательно делаем, это дни со стилистами. То есть мы приглашаем и мейкапера, приглашаем стилиста для того, чтобы девушка по-настоящему могла почувствовать себя принцессой. И это особенно было важно в 2020 году, почему мы тоже про кризис начали вскользь говорить. Потому что именно это, особенно после сидения долгое время дома, очень сильно повлияло на свое восприятие себя и свое мироощущение. Это очень важно. То есть это очень сильно помогло. И в продажах, естественно, это тоже крайне сильно повлияло. Кроме этого, атмосферу мы стараемся делать не только в магазинах, потому что у нас есть еще не только магазины. Мы хотим общаться с нашими потенциальными клиентками еще в других местах. И это, например, показы или какие-то мероприятия в торговых центрах или вот здесь представлена, например, презентация BMW новая. То есть здесь вопрос в том, что маркетологи бы сказали, что мы можем там найти людей, которые могут позволить себе нашу одежду. Но смысл в том, что мы стараемся найти людей, которые могут оценить то, что мы стараемся сделать. Ту атмосферу, которую мы несем, они увидят и прочувствовать ее смогут. То есть им хватит досмотренности и им захочется к нам вернуться. То есть в этом задача. И потом уже продажи идут как следствие того, что мы попали в то самое место, где оценят то, что мы делаем. Но, естественно, где-то в торговых центрах было можно, где-то нельзя это проводить. Поэтому мы делали еще лекции в Инстаграме для того, чтобы наши ценности и наши интеллектуальные интересы разделять с нашими гостями. Делали то же самое, что обычно. Мы обычно делаем лекции оффлайн, культурологически, по тем местам, по которым Александр делает коллекцию. Мы делали это онлайн. К сожалению, да, это не так вовлекающе, но тем не менее, все равно люди, они воодушевляются. Чуть меньше, но все равно. Поэтому здесь хотя бы так в прошлом году. Очень важны, опять же, нюансы. Например, про подшив изделия. То есть есть нюансы, которые сразу же вызывают эффект вау. И это набор инструмента, инструмента, инструменты, о которых говорили прошлые спикеры. Но нюанс в том, что не все инструменты сходу могут быть применены в определенном бренде. Здесь это очень важно. Но забота о нашей гости – это из разрядов нюансов, которые могут сразу быть не оценены, но потом, когда гость попадет в другой какой-то магазин, она, не получив этого же самого, может вспомнить про нас. То есть здесь задача таких инструментов небольших в этом как раз. Естественно, подарки на любой самый маломальский возможный повод и для самой гости, и для ее спутника, что очень важно, потому что… Или для детей. Или для детей, да, обязательно. То есть мы стараемся, чтобы само посещение, чтобы это светлое воспоминание стало предметом обсуждения уже в семье или с подругами, или тем более, если мы дарим что-то… Но вы знаете, когда уже покупка совершена, и в твой пакетик добавляют замечательный мешочек, в котором находится какая-то сладость, зефирки, боже мой, мой ребенок младший, он просто пищал от восторга от этого… Мальчик пищал от восторга от этого пакетика. Вы знаете, ну вот, мама, когда ты в следующий раз пойдешь в этот магазин, принесешь? Вот это реально вещь, которая… Они уже цепляются. Хотя он там, конечно, в этом магазине сам не был. Это просто ему был подарок. Мне не сложно же сделать приятную свою ребенку таким образом. Ну да, это здорово, конечно, это здорово. Кроме этого, очень важный момент – это особенно в тяжелое время не заигрывать со скидками, потому что любое упоминание скидок и любой фокус на что-то удешевленное сразу же ассоциируется с негативным и с тем, от чего мы стараемся уйти. То есть та атмосфера воодушевления и романтичности, которую мы несем, это прямая противоположность проблем и тех неопределенностей, с которыми люди сталкивались весь прошлый год. И как раз здесь, конечно, допустимы какие-то скидки, может быть где-то далеко, но сначала мы на это не делаем никакого акцента вообще. Это очень важно, потому что напоминание про какие-то проблемы, связанные, может быть, условно говоря, с тем, что магазин может закрыться или финальные распродажи – это очень плохие коннотации, в которые мы стараемся не играть вообще. Очень важный момент, это такая очень неприятная для всех владельцев магазинов тема, это возврат в любой ситуации. Естественно, по закону мы обязаны, мы обязаны в течение 14 дней принимать любые изделия, но нюанс в том, что можно не принимать изделия, которые уже были с тем, если есть следы носки, здесь есть нюанс. Мы принимаем абсолютно все, даже то, что надорвано, даже то, что может быть уже явно было в носке, но нюанс в том, что мы считая LTV, lifetime value, ту выручку, которую мы благодаря дружбе с этой гостьей можем получить, она намного выше на порядке, чем потеря одной этой продажи. Это очень важно для нас тоже, потому что очень много, мы знаем, что наши партнеры тоже часто с этим заигрывают и стараются сейчас выиграть какую-то небольшую сумму, получая потом негативные волны, расходящиеся уже от этой гости в кругу своих подруг, и это, конечно, крайне важно. Но мы примерно, достаточно сложно посчитать, насколько это повлияло, но мы посчитали, что это меньше полупроцента гостей, которые к нам попадают. То есть всего это абсолютно незначительный объем, но тем не менее у кого-то срабатывает желание урвать прибыль прямо сейчас, что, конечно, не очень здорово. Здесь вот важный момент, в целом это тема других выступлений, но тоже хочу пару фраз от себя добавить по поводу Fidgetal, по поводу онлайн всей революции, по поводу Mobile First и так далее, и так далее. Каким образом офлайн-ритейлу можно, в принципе, жить в мире онлайна? И здесь такой важный нюанс. Все говорят о том, что мобильные телефоны будут покупать только онлайн. Да, возможно, но все забывают, что кроме функционального слоя, еще есть и эмоциональный слой. Почему не перестанут ходить в магазины одной американской яблочной компании, например, именно по этой причине? То есть здесь очень важно, что все говорят, что одежду будут покупать онлайн и все. Но факт в том, что, возможно, те эмоции, которые им дарят в магазине, они за ними будут возвращаться снова и снова. Именно в этом наша задача. Мы во время пандемии начали это делать, доставлять не сам продукт, а ту атмосферу, которая была в нашем магазине. Это очень важно. То есть наши гости, встретив своих подруг, встретив знакомые лица, у них поднималось настроение, у них все те светлые воспоминания всплывали, и, естественно, были очень восторжены отзывы о том, что как здорово, что вы доставляете не курьерской службой, где не всегда самые приятные люди работают, а сами, неся в фирменной одежде эмоции и в том числе одежду тоже. Очень важный тоже момент. И еще один момент. После всех событий 2020 года мы с вами теперь сталкиваемся с тем, что в торговых центрах стало меньше трафика, и теперь на наши плечи ложатся задачи по привлечению людей в торговые центры. И как раз об этом очень много тоже уже было сказано на этой конференции в течение трех дней. Тоже очень интересно. Но от нас мы тоже можем добавить, что мы делаем и кросс-маркетинг, и онлайн, и оффлайн, все рекламные активности, которые возможны. Я вам тут хотел пошире немножко рассказать, но ничего страшного, потому что да у меня уже много спикеров сказали про все эти техники, и мы полностью понимая виджитал всей тенденции, стараемся то же самое сейчас это делать, для того чтобы приводить уже вместо торговых центров брать ответственность на себя за привод людей к нам. Спасибо большое. По поводу торговых центров, да, я думаю, надо поаплодировать. По поводу торговых центров, наверное, действительно сейчас очень сильно меняется конъюнктура, и те торговые центры, в которых вы уже стояли ранее, они могли там сильно поменять свое самочувствие, скажем, да, но я точно знаю, что нужно разговаривать про те маркетинговые активности, которые у них уже есть, и встраиваться, и не бояться, и как бы вообще время иногда вот реальных перемен, в том числе у себя, если вы почему-то раньше там этого не делали, то точно нужно делать. Буквально один вопрос, чтобы мы дальше ушли вовремя на условный перерыв, и у нас уже следующий спикер также пришла. Я хотела спросить у Дениса, вы сказали, что у вас есть достаточно необычная услуга, ваши стилисты, консультанты доставляют одежду вашим клиентам. Да. Я хочу узнать, как вы это сделали с точки зрения, не могу найти слово, как вы это оплачиваете, как вы их уговорили на это, и как вообще, как вы их стимулируете для того, чтобы им было интересно это делать, потому что они же должны тоже быть вдохновлены и почему-то хотеть это делать, и почему-то хотеть нести вот это настроение. Вот очень этот момент интересен. Спасибо. Да, спасибо большое. Ну, дело в том, что продавцы и стилистами мы называем тех сотрудниц, которые у нас в магазине работают. То есть это как раз те самые девушки и в доставке и участвуют как раз. Абсолютно так же, как работа в магазине, только нужно еще доехать до любимой клиентки и уже понаряжать ее дома. На самом деле это просто немножечко перестроить мышление в какой-то мере. Вот мне кажется, в этом году очень многие, как раз в прошлом году, точнее, очень многие имели возможность договориться, чтобы не потерять место, чтобы не потерять деньги. И это тоже хороший вариант. Знаете, у меня был опыт когда-то, когда на сайте retail.ru я развивала интернет-магазин, да, я доезжала так же, как рядовой там курьер, но я все-таки не рядовой в итоге курьер получалась, потому что я привозила еще в дополнение книги. В тот момент не так было важно с чеками, я могла позже как бы чеки закрывать, но мы в итоге делали до продажи прямо здесь. То есть человек, покупая одну книгу, заказывая одну книгу, я не лениво было довести еще и на месте в итоге человек принимал решение о покупке сразу нескольких. Ну, это нюансные вещи, которые просто… Ранее это было не так принято, а сейчас уже можно. Еще могу добавить, что корпоративная культура просто нам позволяет у нас в команде иметь только людей, которые заинтересованы в общем результате. Наверное, даже вот так очень важный момент. То есть Александр с самого основания старался сделать так, чтобы люди были в команде очень интеллектуальные и заинтересованы сами по себе. И поэтому они… Во-первых, мы никого не уволили в ритейле за прошлый год. И они все были с удовольствием участвовали в этом. Тем более, кстати, большинству хотелось наоборот не сидеть дома, наоборот, а встретиться со своими знакомыми людьми и познакомиться с новыми потенциальными клиентками.